Друзья, всем привет! Сейчас мы с Анатолием Эдуардовичем находимся на том самом долгожданном участке земли, с которым связано у нас очень много. И мы на самом деле долгий путь мы прошли, чтобы получить эту землю. Вот сейчас мы стоим прямо на этом же участке, с собой мы привезли именно план эко-технопарка. Вот этот план. Мы находимся где-то сейчас вот здесь. И пойдем сейчас к будущему пожарному водоему. Вокруг это самосев, посадки, они будут прорежены, крупные деревья останутся, мелкие будут вырублены. Здесь будут посажены сады, сделаны аллеи. Аллеи посадят наши инвесторы, чтобы память осталась на многие годы, даже десятилетия и столетия, потому что многие деревья живут сотни лет. Там будут таблички, посадил дерево, какой-то инвестор. Когда это планируется, Анатолием Эдуардовичем? Ну, выйдем на участок, мы начнем строить в июне. А деревья садят, ну, на осень, когда время придет. Это мы дали заявки садим. Да, на осень 2015 года. Здесь можно посадить порядка 10 тысяч деревьев. То есть 10 тысяч инвесторов могут приехать сюда посадить. Я думаю, это большая радость, большая честь. Поэтому те сады, которые мы показали, это, собственно, не мы по-саму, это наши участники, наши партнеры, инвесторы. Ну, для этого мы объявим хороший промоушен, и лучшие наши партнеры, лучшие наши инвесторы, да и, в принципе, те, кто захотят сюда приехать, обязательно это сделают. Участок должен быть красивым, ухоженным, сюда поедут VIP-персон, заказчики, министр транспорта, президенты стран, шейхи, крупные инвесторы, заказчики, заказчики со всего мира. Поэтому, естественно, здесь должно быть красивое очень место. Не просто должна быть струнная дорога, не просто там станция, вокзал, терминал развозочный, но вообще здесь должна быть зона отдыха, где можно прийти, отдохнуть здесь, как декляционную зону, и нужно прокатиться по нашей дороге, и показать, видите, вот он, безопасная, экологически чистая, комфортная, очень дешевая дорога, которую можно строить в любой стране мира. Поэтому давайте сейчас пройдем по участку. Он, конечно, изменит свой вид участка. Этот участок будет облагорожен. Здесь тоже, сейчас это земля запаса, рекреационная зона, которая планировалась для близлежащего города. И в будущем, естественно, мы обещали сделать здесь зону отдыха для жителей этого города. Ну, не только, и с Минска могут сюда приезжать. Мы находимся не очень далеко от столицы Белоруссии. Где-то в 40 минут таких здесь. Буквально из недавних новостей было, что здесь проходили геодезические работы. Да, можно показать столбики, которые скопаны, да. Да, давайте пройдемся, посмотрим. Ну, они по границам, они вынесены по углам, геодезические знаки. Потому что надо было участок оконтурить. Потом надо было вывести его из земель запаса, из луговых земель. Вот, под промышленное строительство, под эко-технопарк. Но не просто чисто промышленное строительство, а строительство, совмещенное с сохранением природы, с улучшением ее, экологией. И поэтому мы не будем вырубать все деревья. Мы только вот кустарники вырубим, а крупные деревья все оставим. Они будут иметь свои имена, они будут все причины. Потому что нельзя рубить деревья. А потом здесь будут аллеи, сады посаженные, будут трассы. У нас будут трассы идти по границам участка. Один участок, это вот граница там дальше. Это будет городская система. Две линии прямая и обратная. Здесь будут по концам развороты. В одну сторону пойдет на высоте 10 метров трасса с пролетом 50 метров. А обратно трасса вернется уже как высотная после разворота. Радис поворота у нас будет маленький. 15 метров. То есть фактически ни одна городская система рельсовая не имеет такие маленькие радиусы поворота. Промайка там 50 метров уже, дорогая, 100 метров. Она с 15 метров. Потому что он может делать маневр в горы, будет транспортно. Сначала объедет кольцовую опору и вернется уже Юнигус городской, поднявшись на высоту примерно 30 метров. И пройдет пролетами. Центральный пролет где-то будет 600 метров. И подъем 300 метров. Центральный пролет, потом спуск. Потом снова объедет и можно снова сделать круг. Это городская система. Вот она здесь последовательно. А вот Анатолий Георгиевич, чтобы... Вот она. У станции она вот там будет. А вот вторая анкер напора, это разворотный круг, это будет вот там. Возле озера. Вот чтобы мы визуально понимали масштабы этого участка. Вот так просто. Ну, мы находимся где-то сейчас вот здесь. Вот где-то вот здесь вот. Туда метров 500. Вот до тех вот. Очень много. 700. И довольна на метров 800. И длина участка километра 200 метров. Это достаточно, чтобы сделать городскую трассу двумя станциями. Ну, в городе где-то среднее расстояние между установками, ну, метров 700-800 километра. Редко бывает 400 метров, еще реже там 2-3 километра. Поэтому это среднее расстояние между станциями городской транспортной системы. Это порядка километра. Мы хотим где-то. Вот участок, где станция. С этой стороны пойдет высокоскоростная система. Потом она выйдет за поделый участок и пойдет туда, где-то на расстояние примерно к этой стороне. То есть сейчас ведутся переговоры, да, по поводу этого? Да, там есть возможность, эти земли, опять же, они могут быть отведены под опоры. То есть там нет поселков, городов, дачи, какие-то здания, сооружения, которые надо сносить. Поэтому у нас не будет проблем с согласованием выхода за пределы нашего участка. Тем более, что мы не планируем отвезти полосу от вода, как, допустим, грязь дорога. Мы идем на втором уровне. Нам нужны только места под опоры. А это под одну опору примерно один квадратный метр. А у нас на километре будет 20-25 опор. То есть опоры займут всего 25 км. Чтобы понимать, под железную дорогу сейчас отводится где-то на 40-50 тысяч полет. На километре, да? И у нас 50 км. А вообще, какое-то дальнейшее использование вот этой высокоскоростной трассы, которая будет 15 км, вообще предусматривается? Нет, это неправильно. Это тестовый участок. Он строится в логике развития, там, чего-нибудь 100 лет, 150-200 лет, на время жизни всей технологии. Мы здесь должны быть отрабатывать новое поколение, путевой структуры, опор, там, узлов, юнибусов. Это нельзя сдавать в эксплуатацию. Это тесты в участке. И здесь будет совершенство все наше ноу-хау. Нельзя ноу-хау отдавать кому-то. У нас доступа к ним не будет. Это наша будет система. Это наша земля. Ну, то есть, наша, это значит, мы все. То есть, я как разработчик, наш коллектив, компания, и все акционеры, инвесторы, потому что они тоже совладельцы этого участка и этих трасс, из-за того, что будут построены. Они же пришли в нашу корневую компанию, а именно она владеет, создала Минское предприятие конструкторское, которое берет эту землю. Поэтому эту землю берут все наши местные, а до их тоже будет суть. И она должна быть адресована, пока существует технология. Это сотни лет. Здесь железная дорога уже почти 200 лет, авиация, автомобили, автомобилестроение уже больше 100 лет. То есть, транспортные технологии, ну, я уже о гужом транспорте не говорил, это уже тысяча лет, да? Транспортные технологии живут сотни лет. Поэтому мы берем этот участок земли, логии, что мы здесь будем развивать технологию сотни лет, а не годы только, десятилетия. Мы стоим у края участка, вот, вот где-то здесь сейчас. Есть стихийный карьер, много до этого. Тут оказывается хороший песок, гравинопесчаная смесь, и тут просто его берут для строительных работ. Поэтому местный строительный материал у нас есть на участке. Потом бетон, мы будем делать с этого песка, и это гравинопесчаная смесь. Поэтому мы сэкономим на строительных работах, потому что у нас есть сегодня двое отзывы. И опять же для осветки тоже будет именно асфальтировать, будем дороги строить, а тамбиль, чтобы проезжал тамбиль, мог и спецтранспорт, тоже пожарный. Это обязательно требование, что у нас же будут здания и сооружения, что должны быть проезды, то есть для пожарной машины. Должен быть обязательно пожарный водоем, на случай пожара, где воду можно было бы убрать. Вот пожар, все здесь будет пруд, мы тоже хорошую, благородную рыбу сюда запустим. Потому что трасса пойдет над прудом, скажем, видите, мы не мешаем рыбе жить нормально, плавать, все можно тоже поймать, свыть. И, собственно, стройка начнется вот с этого места, потому что мы будем брать с третьего мальчика, вдоль дороги, да? Это граница участка. У нас участок, он до озера, правильно? Да, он проходит левее озера, потому что там есть желтоохранная зона, где там с озером нельзя строить. Поэтому мы, чтобы не было проблем, с логической смене, загнатывая, мы не можем на расстоянии. Мы не нужно согласовывать у нас. Сакова. Вот, нахажение трассы. Эдуардович, а вот тот участок земли, который был в Шауляе, с которым уже был подписан договор, вот если сравнить с этим участком, какие плюсы, какие минусы? Ну, минусов нет, одни плюсы. Во-первых, участок город больше. Если из 5 дикталов, там меньше участок. Он вытянут, это более удачная форма для нас. Значит, мы можем больше милликраса прорудить. Кроме 200, а там будет 800 метров. Потом Шауляй, все-таки далеко находится в столице. Ну, вот, Винус. Вот, порядка 200 метров. А здесь рядом 50 километров столица. Поэтому легко и гостям приехать сюда, и мистерам приехать. И большинство наших инвесторов, это Россия, Украина, Белоруссия. Сюда можно приехать без визы. Там, в Европу, сезон. Там, что-то, там, шенген, визы надо. То есть, и здесь центр Европы, есть там окраина Европы, а вообще-то мы сейчас находимся в центре Европы. Поэтому сюда легче добраться с любой другой страны. Местный, крупный город, там, крупный рапорт. Поэтому нет. Это место более благоприятное. Во всех отношениях. В том числе и здесь власть другая, разумная, так скажем, адекватная, в отличие от литовской. Которая, ну, то, что там произошло, это вообще даже не хочется вспоминать. Это неправильно все было. Мы инвесторы. Мы пришли построить тестовые участки, дать человечеству дороги нового уровня, нового поколения, безопасные, экологичные, экономичные, доступные всем пользователям, потому что у нас билет будет очень дешевый. Который не будет убивать людей и животных. Я все время повторяю, сколько людей гибнет сегодня на дорогах. Я еще снова скажу. Полтора миллиона человек гибнет в год на том мире, на дорогах мира. Можем их спасти. Да, так это два года, и такая страна, как и тут она будет убита на дорогах. За два года. А если взять инвалидов, которые делают автомобиль на дороге, автомобиль, это порядка 15 миллионов человек в год становятся инвалидами. Это уже полторы Белоруссии по населению. И мы пришли вот в Литву с этими целями поднять экономику страны, а меня там пытались сделать шпионом российским. Русским. Это вообще дредно. Поэтому, естественно, я без сожаления ушел из той страны. Пришел в нормальную страну, Белоруссия, в центре Европы, где есть автобестроение, где есть машиностроение, где нормальная экономика. И здесь именно находятся наши конструкторы. Я нигде в мире не найду так лучшего места, чем Беларусь, Минск. Потому что, вот если взять автобестроение, то сильнее всего развито оно было в СССР, это именно Беларусь, Минск. Здесь была создана своя автомобиль, что стоит на школе. И до сих пор в Беларуси выпускается техника, которой, например, нет в России или в Соединенных Штатах Америки даже нет некоторых образцов этой техники. Например, взять БелАЗы. Это крупнейшие самосвалы, коррерные. Сейчас уже выпустили 500 тонн самосвалы. Смотрите, там колесо где-то 4 метра в высоту. Колесные тягачи. Это уникальная военная техника. Она используется в мирных целях, в частности, освоение Сибири. С помощью такой колесной техники производилась. Это до 16 колес, все колеса поворотные, все колеса приводные, а сверху стоит ракета, весом струтованная. Эта машина едет по-балану. У американцев такую машину нет. Это проектировалось, изготавливалось здесь, в Беларуси, для предприятий города Минска. И вот таких специалистов, во-первых, в СНГ, ни в России, ни в Украине, ни в Казахстане, если взять СНГ, бывшего СССР, нету. И я знаю, насколько сложно передать знания, опыт струнных технологий, которыми я занимаюсь уже почти 40 лет. Даже на русском языке, когда говоришь, тому, кто понимает русский язык, он не всегда понимает, а что такое, как это делать, уже так никто не делает. И конструкторы этого не понимают. А представьте, что конструктор говорил бы на английском, а я на русском. И у нас бы такой барьер языковой, что не поняли, кто говорит, мы не смогли бы работать и на китайском, и на французском, да? Поэтому даже то, что здесь я создал проектно-конструкторскую школу, она здесь русскоговорящая, с талантливыми, умными, опытными конструкторами. Именно здесь мы строим полигон, тестовые участки, именно здесь будем сертифицировать. Но сертифицировать мы будем не по нормативам в Беларуси, как многие думают, но будем сертифицировать по международным нормативам. То есть я по нормативам Организации Белых Наций, нормативам ЕС, нормативам США, России, Китая, чтобы потом можно было прийти в любую страну и строить там наши дороги, Skyway, и они будут отвечать требованиям в той стране, где мы это будем строить. И вот эта сертификация будет происходить в единственном этом участке. Но это не единственный участок. Мы, скажу по секрету, берем еще один участок в одной из свободных экономических зон Беларуси. Участок больше там 60 гектаров. То есть мы берем численность около квадратного километра. А назначение вот того второго участка? Второго. Здесь мы хотим сделать экотехнопарк, демонстрация, а там производство. У нас много будет своих производств. И мы должны сами делать некоторые элементы, системы. Тогда мы сможем контролировать рынок. Если мы отдадим другим, то они будут контролировать рынок, который мы уже создадим. А мы же создаем вместе с акционерами, они же вкладывают деньги, они потом должны деньги вернуть и на этом должны зарабатывать. поэтому наши ноу-хау какие-то ключевые моменты, какие-то специфические узлы, которых нет существующей техники, мы должны сами производить. И известно, что если ты купил детали на 100 тысяч долларов, а потом собрал машину, она будет стоить миллион долларов. И производитель не тот, кто сделал детали, а тот, кто собрал машину. Также, во-первых, поступает Боинг. У них 10 тысяч поставщиков узлов, и так далее. Россия поставляет Титан в частности для Боинг. Потому что многие несущие элементы конструкции самолета сделаны из Титана. Крылья привозят из Франции, корпусы из Японии, нос самолета из Германии, двигатели еще откуда-то. Собирают и получается американский самолет. И потом его продают за 200-300 миллионов долларов. Поэтому у нас сборочное производство будет. А мы там как раз берем участок где промышленная зона и много рядом промышленных предприятий. И там есть крупные зарубежные предприятия. Это самая крупная свободная экономическая зона Беларуси. Там компания с оборотами миллиардов долларов. у нас сборочное производство с элементов которые мы не будем сами производить а покупать. Мы будем делать каркас несущий. Будем делать каркас с титана нам сталь подойдет. Нам титан не нужен. Он дорогой. Прочности стали нам достаточно. значит будем производить каркасы юникаров потому что у нас за вы еще подъема состоится. Потом мы будем производить колеса у нас другие у нас нет колесных пар как на железнодороге. У нас колесо весит ну в делах 50 кг в то время как колесная пара в железнодороге весит тонну. Все это тонну. А тележка я недавно смотрел рекламу новых вагонов для конец гордости говорят наша тележка весит 5 тонн. 5 тонн. У нас юнибус который будет вести 20 человек весит меньше с пассажирами. Значит она будет более эффективна потому что она не железо будет возить а людей. Потому что сейчас на железнодороге если взять вагон посмотреть вес массу вагона 60 тонн где-то средний вес а ездит 36 человек купе на вагоне поделить почти 2 тонны а еще электровоз причем с цепки а это еще 400 тонн где-то вы разделите на пассажира еще по тонну добавляться получается что на пассажира 2 3 тонны железа поэтому железо дорога возит не людей она возит саму себя поэтому именно на это уходит энергия топлива и на это заводнашивают шпалы рельсы и это значит меньше служит и это неэффективно это у нас система более эффективна вот будем производить колеса потом мы разработали уникальное мотор колесо то есть двигатель монтирован колесо электрический очень мощный компактный ну что там 300 мм диаметром толщины 80 мм и мощность пиковой нагрузки 150 кВт это мощность автомобиля ну отопленного двигателя причем такого достаточно серьезного автомобиля а это вот такой моторчик который будет прямо стоять колесом поэтому если 4 колеса ведущие и там будет по 150 кВт номинально установленная мощность то и маленький вес то мы можем очень быстро разогнаться у современных поездов скоростных чтобы загнать его до расчета скорости он приезжает по 30 км если мы делаем по такой схеме то нам надо бы участок делать скоростной 60 км может быть столбой под миллиард долларов зачем но поскольку у нас другие подходы другие характеристики подвижного состава нам достаточно вот сейчас 15 км на котором мы разгонимся до расчетной скорости 450 км в час и остановимся не движая конца участка и это уже только на этом мы экономим порядка 50 миллионов а это благодаря вот такому мотору мы тоже будем сами производить почему я раньше говорил о 30 км по аналогии с западными компаниями та же компания Сименс она сделала поезд на магнитной подушке делала поезд в Станцерапиде до 60 лет вложила 6,5 млрд евро у них участок в Германии как раз порядка 30 км 29 км с мелочью и поэтому я брал по аналогии с ними но когда я создал предприятие в Минске предприятие конструкторское взял сформировал коллектив он уже сформирован он уже обучен и мы уже выполняем эти работы то мы нашли решение как улучшить в частности привод тогда имея уже привод другой не тот стандартный который мы хотели использовать мы можем разгоняться быстрее и тормозить там тоже тормозная система другая мы можем тоже очень быстро затормозить а у поездов высокоскоростных тормозной путь больше 10 км а мы это на данный момент да его нельзя не достать тысячи тонн учиться с такой скоростью если он увидит препятствия на расстоянии километра грубо говоря он увидит трактор стоит на пути он его снесет и все погибнут то не сможет остановиться он только может снизить скорость 450 км в час до 350 самое большое что может а мы сможем остановиться да будут перегрузки да может пассажир там даже в скресло упадет но он останется жив это тоже мы разрабатываем и делаем потом мы разрабатываем автоматичную систему управления у нас есть несколько которые занимаются этим и эта система управления она тоже распадается на несколько частей есть система управления и портовые компьютеры на борту юнибуса он умный и он может быть лидером то есть вести допустим с собой десяток юнибусов или сотню юнибусов каждый из них может стать лидером и вести как бы поезд в сцепке электронной не механической механической сцепке это опасная вещь вы представляете вагоны идут на расстояние там полметра это более опасное расстояние чем на расстояние 100 метров потому что если допустим сидит колесо или там гребен садет или сойдет колесо в железной дороге он тянет весь поезд к ветру потому что он механически связан у нас электронная сцепка и юнибусы то есть транспортные средства колесные рассредоточены и они могут сами по себе двигаться могут собираться в поезда где есть образно говоря локомотив который управляет он не тянет но он управляет ими делайте как я и ведет их за собой а они потом могут разойтись там разные места и уйти к адресу по словам назначения поэтому в системе управления есть бортовая система часть автоматизированная системы управления потом есть уже линейная часть где кадра опора тоже оснащена датчиками они очень дешевые там ничего сложного нет на самом деле кадра опора именная путь тоже как бы разбит на участки и юнибус проезжая будет знать где он находится с какой скоростью движется все время он будет обмениваться информацией то есть это живая система причем думающая мыслящая у него заложены алгоритмы управления определенно в случае изменения ситуации чтобы они могли принимать решение тормозить или наоборот разгоняться они должны сканировать впереди ситуацию сзади ситуацию а вдруг там задний сзади идущий не восподлижается не может столкнуться значит он должен увеличить скорость а вдруг впереди начнет тормозить значит этот принимает решение тоже тормозить то есть они все время обменяются информацией да и это вот этому помогает линейная часть системы управления потом есть еще часть управления которая находится в диспетчерской но диспетчерская это тоже электроника это не человек человек не сможет управлять там тысячами транспортных средств движущихся там на тысячах километров дорог с разными скоростями в разных направлениях и так далее это опять же электронная система диспетчерская где вся информация собирается где принимаются ключевые решения она где-то использовалась нет вот с такой ловихи как мы делаем нет мы опережаем другие даже самые серьезные компании западные у нас другая логистика другая логика построения не на стандартах 20-й а тем более 19-й а ведь многие стандарты идут оттуда клея же дороги надо еще к Стефинсона приходить а до Стефинсона эту клею 1435 миллиметров это вообще с древнего рима от колесниц и при этом это две попы лошади они бегут колесницу представляете они бегут стукаются попами и надо ехать и управлять и вот как раз такая менее нормальная ширина когда они могут бежать не мешать друг другу и есть 1400 примерно и тогда сделали такую клею только клея была не в виде рельсы а в виде в камне была выбита нажбинка такая и по нему катилась колесо вот откуда пришла колея она что оптимальна при чем лошадь попа и колея дороги скоростной у нас стандарты другие они обусловлены законами физики аэродинамики механики чтобы была прочная система надежная экономичная чтобы она прослужила сто лет и через сто лет все стандарты они завтра требования которые будут тогда через сто лет первые американцы подсчитали их экономисты что они приняли неоптимальную степенционную колею и только из-за того что колея имеет неоптимальную ширину железнодорог в США только в США они потеряли на этом триллион долларов только на этом триллион долларов экономика поэтому знаю такие вещи я вообще инженер путей сообщения доктор технических наук академик ряда академий я понимаю что это транспорт я понимаю что это логистика я понимаю что это эффективность и мы работаем на рынок а не на полку поэтому если мы плохую систему сделаем то у нас ее не будет поэтому она должна быть в разы лучше по конъектным параметрам на порядок существующих систем вот исходя из этого мы принимаем все стандарты в том числе в системе управления там есть свои стандарты своя логика и как пример я могу привести мы когда я работал в Ханты-Мансийске там планы были построить первую трассу там в Ханты-Мансийском округе нам правительство заказало стратегию развития струнного транспорта в округе в Ханты-Мансийском округе там по территории больше Франции там надо построить тысячи там не было дорог и я тогда уже начал даже рабочую документацию делать для первой трассы в Ханты-Мансийске и надо было делать автоматическую систему управления я обратился к фирме Талис это французская компания которая как раз разрабатывает систему управления для железных дорог скоростной в Ханты-Мансийском округе то есть понятно что это узкий сект только железные дороги и система управления вообще транспорт как таковой да мне удивилось что там работает 40 тысяч инженеров 40 тысяч их же кормить надо поэтому можно представить сколько стоит систему управления выпущено им я спрашиваю сколько будет систему управления стоит для нашей трассы в Ханты-Мансийском он говорит ну адаптация 6 миллионов делаем адаптация я говорю хорошо а на километр если разнести вот на километр там я сказал что там должны быть линии связи энергетические линии должны быть датчики система управления да диспетчерская вот если это все разложить на километр система управления сколько вот стоит километра систему управления ну миллионов полтора евро то как у нас дорога дешевле чем ваша система управления я говорю что это ваша А что она может они долго рассказывали как их система управления может ну у них на этом паверна найти террориста Он придет на вокзал и будет махать руками, как будто они все такие адекватные. И вот уже система управления опознает, уже Винтерпол, там это, и его пришли, тут и арестуют. Я говорю, с этим понятно. А вот если вертолет возьмет бревно и положит на буль, бревно, ваша система управления заметит? Нет. Такая система управления, такую цену. Зачем? Да, система управления, если ее отнести на километр, будет стоить в пределах 100 тысяч долларов, а не 1,5 миллиона долларов. Это тоже элементы системы управления будем производить в той свободно-экономической зоне, где будет 60 ГТ, где наше будет производство. Ну и там еще колесные пары, но не нижнодорожные колесные пары для грузовой системы SkyWay. Потом различные там блоки, узлы. И целый ряд заводов мы построим свои. И потом будем сначала поставить в единичном производстве вот сюда, на стои соответствующих участков. А потом развив это производство уже на поставку во все страны мира, где мы будем строить машину. Анатолий Эдуардович, инвесторы, партнеры интересуются, задают вопросы уже много раз. Это, наверное, один из таких насущных. В плане, будет ли здесь какая-то смотровая площадка для наших инвесторов, например, чтобы они приехали, посмотрели, что здесь какие-то работы проводятся? Если да, да, а если нет, то почему? Нет, ну это не смотровая площадка, естественно, будем рады на визиту наших участников, инвесторов. Пусть приезжают, смотрят, мы открыты в этом плане. Мы не можем показывать, допустим, четежи рабочих, где есть ноу-хау, а то, что мы что-то делаем, значит, нет ноу-хау, мы это показываем, значит, можно приезжать и смотреть, конечно. Более того, я планирую, чтобы к нам придут тысячи наших партнеров, инвесторов, чтобы посадить здесь сады, аллеи имени, не знаю, инвесторов с Москвы, допустим, из Санкт-Петербурга, не знаю, там, с Израиля, допустим. Дерево, дерево, мы хорошую породу деревьев берем, у нас будут и вот лесные деревья, причем не в запас нашего континента, у них могут быть континенты, где-то может быть и плодовые ягоды, там, вишни, сакуры, цветущие ягоды, как красиво с ним цветут, да? Даме каштаны, могут быть и сосны, и пихты, ну, продумывали, липово-ливы, могут быть. И инвестор, который посадит дерево, ему будет дан сертификат, табличка, которая останется, ну, стопырки, это дерево посадил, и наш инвестор такой. У меня вот, когда я был в Ливии, у меня там поразило, ну, это было, да, тех событий, как вы сейчас там пишите, это лет 7, наверное, назад было, они в пустыне откопали город, который построили древние Римы. Он был построен 2000 лет назад, 2000 лет назад. И вот, руины, но сохранилось кое-что там, колонны высоченные, оказывается, там был парламент, 2000 лет назад был парламент, причем, по размеру это здание не меньше, чем думать в России, если сходить в этот мест. Так что меня удивило, там, смотрю, какая-то надпись выпита на камне, я говорю, а что такое? Здание построено за деньги децената торгового-то. Города уже нет. 2000 лет назад его построили, а вот кто дал денег, говоря, кому он был построен, этот город, осталось в истории, где-то выйдет. Так, и у нас то же самое. То, что инвестор, он не просто инвестор, он, благодаря его финансовой поддержке, инвестированию, мы это и сделаем. Вот эта транспортная система, транспортный область, грузовой, городской, высокоскоростной, только благодаря инвесторам, они видят жизнь и пойдут массы во все страны, во все континенты, как тоже автомобиль, как автобейные дороги, это по всему миру будет. И все человечество будет этим пользоваться, и вот этому способствуем наши партнеры, наши инвесторы, без них мы бы это не сможем. И поэтому, вот, радость большая им. Да, они вот это. И пусть они тоже, вот эти стулы. Это вот действие. Это мы сейчас уже подходим к краю, да? Да, там сейчас мы смотрим уже. Это вот та дорога. Даже несмотря на то, что здесь такая дорога, да, где-то лужики, то что-то. Нет, ну здесь вот перестроено. То подъезд до сюда полностью асфальтировано. Да, конечно. Чего как раз не было в Литве, да? Да. Там такой барелон, вот, с ровной площадкой, с хорошей зельдой. Тут цветы, вот, цветы, сроды. Виноград, вот, воздух, как слышится. Да. Посмотри, тут все цвета. Мы даже виноград не будем сливать вообще. У меня есть районированные сорта винограда, потому что, вон, уже местное вино где-то стоило. Да. И нельзя, тут надо где-то жарко ставить виноград здесь. Ну, я думаю, что и на закладку первого камня наши инвесторы сюда смогут приехать. Да. Отпраздновать это событие. Сейчас мы пока, как бы, не фишируем место, потому что участок еще не отведем. Сейчас афраганский документ ищу, где-то месяц надо будет. Вот, когда это произойдет, тогда мы отобьем. И покажем даже документы, да? Конечно. Ну, конечно, покажем. То есть, участок этот оконтурен. Эти знаки поставили не мы. Это бердикозен. То есть, вверхоградезисты и оконтурили участок. Это вот здесь прямая линия. А здесь, вроде, вот, поворот. Потом, вот, 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 вот. Вот по этой дороге мы ехали. Потом заехали туда. И там, вот, будет тут наш, ну, дозеро это, пожарное удовольствие. Вот, вот, вот здесь, где-то метр шестьсот. И вот туда. Ну, так, климат сейчас так идет. Километ 200 метров. Вот мы сейчас стоим вот так вот. Вот на этом уровне. Ага. Вот там будет станция вот эта. Там где будет городская. Вот туда будет трасса. Двух путная. Причем двух типов. Высотная. И на высоте десять метров. С ровным путем. С ровной путевой структурой. А здесь мы все-таки сделаем не грузовой, как я планировал, а скоростной. А грузовой поставим в другом месте, где будет производство. Ага. Там промышленная зона. Лучше бы. Пусть там будет. С шумом. А то все-таки. Ну, груз. Здесь вот миллионы тонн, наверное, переведут. Руды там, щедрые. Ну, материалы. В общем. Мы планируем построить дорогу по производительности в 65 миллионов тонн. Ну, могу сказать, что ни одной сейчас грузовой дороги промышленной нету в мире. Даже здесь дороги с такой позиции здесь. Чтобы специально, допустим, по перевозке руды вот такой мощности построить дорогу. Самые крупные дороги, которые сейчас строят в Австралии, это там больше всего возят руды. 50 миллионов тонн будет. Это железнодорога. Угу. При этом строится железнодорога очень дорого, особенно в Австралии. Там и по горам надо идти. Поэтому они строят однопутный дом. А у нас будет двухпутный. И там начинаются цены от 6 миллионов долларов за километр, а у нас от полутора миллионов долларов за километр. То есть большая производительность в развитие, да? В разы дешевле. Себестоимость перевозки грузов будет где-то в 5-6 раз ниже, чем на железнодорог. Вот только на этом вроде там мелочь. Допустим, мы там на пару центов на тонну километре, то есть тонну руды на километр, да, сэкономим. То есть 2 цента. Какая мелочь, да? Но если мы везем на 500 километров, то это уже получается 10 долларов. А если мы перевезем миллиард тонн руды и за 20 лет, то это экономит 10 миллиардов долларов. Овчинка выделки стоит. Да, вот такой мелочи. Вот чуть-чуть вроде сэкономим на тонны километре. Поэтому у нас уникальные характеристики грузовой системы. Ну, мы знаем, что такое железнодорога. Там грохот за 5 километров там слышно. Не спать нужно. Огромные там тепловозы, ветровозы, вагоны. Уже современные вагоны берут уже просто 20 тонн воды. Там аж земля дрожит, когда она идет. А у нас, если взять грузовую, вот, там гипподвижной состав. Не само сооружение, а тоже компактное. А вот только подвижной состав, да? Который имеет большую производительность, чем железнодорога грузовая. Но он работает в другой логике. Как продуктопровод, как труба, указано говоря, да? Вот я показываю масштаб один к одному. Какое сечение подвижного состава. Вот такая ширина, вот такая высота. Вот вся дорога. Производительность больше, чем железнодорога. И себестоимость перевозки ниже. Энергопотрясление ниже. Эстромость ниже. Поэтому эту часть мы покажем в другом месте. А здесь, в основном, пассажирские перевозки. И, как бы, салон продаж, демонстрация. И, в первую очередь, вип персонам. Потому что к нам даже вот в озера приезжали Лебедь, губернатор Костановского края. Громов, губернатор Московской области. Был представитель Организации Бенных Наций. На уровне, там, заместителей генеральных ветерей ООН. Для администров. Просто на стенд-то смотришь. Причем, это был научный эксперимент. Это не продукт, который мы собирались продавать, да? Но здесь ясно, что мы будем продавать уже готовые системы. И сюда приедут заказчики со всего мира. На уровне даже президента. Поэтому надо их достойно освещать. И здесь все будет облагорожено. Будет все очень красиво. И наши будут две системы. Городская и высокоскрасная. Второй участок, он будет тоже в доступе? Чтобы, ну, туда можно было бы приехать, посмотреть? Конечно. Ну, там немножко позже будет. Хотя, может быть, одновременно. Где-то в июне уже тоже должно быть. Вот. Отличная новость. Да. Ну, там будет производство. Поэтому это будет менее интересно. Хотя грузовую мы там планируем показать. Мы строить начнем одновременно вот с этими участками. Мы все же три направления. Угу. Ну, и разумно всякие яйца не хватит. У нас всяких будет разных мест. На всякий случай. Это также белорусская же земля, правильно? Да, белорусская. Тут не очень далеко. Тоже, можно сказать, в центре Европы. Ну, там свободная экономическая зона. Поэтому для производства это лучше. Почему? Потому что ряд преференций. Не год. В том числе по налогам. Да. Поэтому, ну, то, что мы можем производить и потом продавать. Ну, образно говоря, мы больше на этом заработаем. Потому что тут начинало. Ага. Это наш бизнес. Давайте мы садим. Вкус делать? Садим. Главное, чтобы нам не мешали. А ты садим? Садим. Садим. Потому что все. Солнышко. Ага. Прям греет. Хорошо. Бурезки. Ну, здесь плёда хорошие. Здесь тоже замечательный. Там лес вот. Сосновый. Гребное очень. Там озеро. Такое рыбное очень хорошее. Хорошее место. Хорошее место. В центре Европы. И мы с акционерами. Нашими инвесторами. Будем владеть квадратным километром. Километром земли. С производствами. Очень серьёзным производством. И с магазином продаж. Уникальной технологией. Уникальной. Такой технологии нет в мире. Нигде. Она будет здесь. И здесь пойдут. Отсюда пойдут продажи. Успеха нам, Анатолию Эдуардовичу. И вам. За то, что вы работаете с инвесторами. Не мы же собираем инвестиции. Это вы делаете. Мы просто скромные. Конструкторы. Тренировщики. Учёные, знаете. Сидят над бумагами. Рисуют чьи-то. И не думают о деньгах. Это вы должны думать. Вы что-то помогаете. И за дня в день занимаемся этим. Спасибо. Вам за экскурсию. Пока. 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 Продолжение следует...